всем привет дорогие друзья я начинаю свое новое видео у нас сегодня понедельник сейчас пойду готовить завтрак у меня по всему дома сегодня развешано белье вчера стирала вещи и вечером пошел дождь пришлось все в срочном порядке заносить домой и развешивать все дома чтобы это все просохло у нас вчера вот с ночи и сегодня уже все утро идет дождь на улице сразу поменялось погода стала прохладно сыра очень холодно он и так свеже свежо пахнет по соседям кошечка сидит на втором этаже на карнизе чуть позже буду все это складывать она вчера хорошо так ветерок все это просушил и она я уже занесла домой но все было полусухой видите у меня везде на всех батареях на лестнице и здесь вот внизу на сушке тоже уже на все высохло я завтрак приготовлю и пойду все это на всех дверях везде висит белье кстати хотела вам показать мое мясо и мои колбаски они высушились смотрите как это выглядит оно получается знаете как такое сушеное мясо как охотничьи как охотничьи колбаски это очень вкусно это вот колбаски они сухие а вот собственно сами джерки это тоже сушеное мясо здесь у меня курица она получается как будто вяленое на вялено сушеное но очень вкусное курицу резала я слишком тонко и она знаете получилось как чипсы но очень вкусные и сейчас покажу как выглядит колбаска а так выглядит куриный рулет видите он очень сочный со специями здесь два вида мяса это куриная грудка и куриные бедра голени они знаете как будто так получается мраморная держит прекрасно свою форму не распадается на кусочки и получается очень вкусно в конце видео будет рецепт точнее видео в описании под видео оставлю рецепт этой колбасы но сейчас пойду готовить завтрак ну а я приступаю готовить завтрак готовлю все ингредиенты которые нам понадобятся это яйца хлеб соль и молоко и немного перца буду сегодня готовить гренки у нас белый хлеб так никто особо не кушает в основном и кушаем черный но иногда вот берем белый хлеб и он потом лежит и чтобы он не портился я с него что-нибудь делаю либо добавляю в котлеты когда готовлю ну либо на завтра готовлю гренки сейчас подготовлю яично-молочную смесь я уже взбила 4 яйца добавила немного молока соль перец по вкусу и теперь нарезаю хлеб произвольными кусочками далее буду это все обваливать с двух сторон вечной смеси и обжаривать на сковороде пока не подрумянится успел но у нас уже наступила вторая половина дня я приступаю к домашним делам сейчас мне нужно будет разобрать все вещи на свои места ребенок не помогает поднимать вещи с первого этажа на второй так как вещи у меня еще были внизу сушились на сушке поэтому сейчас все это я буду раскладывать после чего нужно будет также погладить все вещи ребенка я повторю что наши вещи я глажу по факту когда нам что-то нужно я это все проглаживаю а вещи ребенка я глажу сразу после того у Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 После чего нужно будет протереть стеклянный столик. Стеклянный столик самый такой, знаете, как пылесборник он. Слишком много стекла. И хотя мы в основном в этой комнате не находимся, она у нас, знаете, такая как декоративная стоит и стоит себе. Может быть, если за неделю здесь два раза мы появляемся, там посмотреть фильм, либо мультик, такой совместный у нас просмотр, то это хорошо. Бывает и того, здесь даже вообще никто не находится. Но, тем не менее, пыль, знаете, тоже скапливается, потому что комната такая проходящая. Сразу заходишь и дверь на улицу, ну и, в принципе, постоянно то наверх, то вниз спускаешься. И пыль все равно, она, конечно же, есть. Но не в таком количестве, как было раньше. Сегодня еще хотела отодвинуть диван, под диваном помыть, но решила, что сделаю это уже в следующий раз. Ну, а я продолжаю свою уборку. Я заметила такую картину, знаете, если изначально поддерживать чистоту и порядок и приучать к этому своих домочадцев, то и уборка, ну, лично для меня, она просто становится в радость. И я не устаю от этой уборки, а наоборот, знаете, получаю какое-то такое некое удовольствие и расслабляюсь. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И нужно по диванам тоже уже помыть пол Давно я это не делала Нужно будет это тоже сделать Ну а так здесь особо, знаете, убираться мне не приходится Так как в этой комнате мы не находимся Может быть за неделю мы здесь два раза бываем Там смотрим фильм, либо мультфильм какой-нибудь по телевизору А так особо каждый в своей комнате, либо мы на кухне А так у каждого есть телефон и каждый в своем телефоне чем-то занят Но комната, конечно, нет-нет и пыль здесь появляется Потому что все равно здесь ходим и уличная дверь здесь у нас Поэтому комнату я вот раз в неделю, наверное, я мою Сейчас сегодня, видите, на улице у нас солнышко С утра было очень, так знаете, холодно Я утром замерзла, пока ехала на работу Уже когда возвращалась, уже была жара Особенно в автобусе И прям такое солнце светит В принципе на улице, если бы не считать утро, что прохладно А так в течение дня еще пока на улице сохраняется Такая очень теплая погода Хотя и октябрь месяц уже на дворе Но сейчас пойду немного передохну И сегодня хочу еще испечь галеты Я уже приготовила тесто Поэтому нужно будет сделать выпечку Давно я это не делала Но на сегодня у меня остается последнее дело Это испечь галеты Одна у меня уже готова Это галета смородина с вишней Я сейчас ее оставляю остужаться Потому что она очень горячая И приступлю готовить вторую Буду готовить две Потому что одно всегда мало И на утро потом к чаю ничего не остается Тесто на галету готовится очень просто Для одной порции вам потребуется 165-170 грамм муки Щепотка соли 90 грамм сливочного масла 2 столовые ложки сахара Сахар можете не добавлять Это по желанию, но я добавляю И буквально 4-5 столовых ложек воды Муку, сахар, соль мы между собой смешиваем Добавляем мягкое сливочное масло И превращаем все это в мокрую крошку После чего вливаем воду И замешиваем тесто Воду вливайте постепенно Порой 5 столовых ложек бывает очень много И тесто начинает липнуть к рукам После чего нужно добавлять муку Можете делать и так Но я всегда добавляю постепенно И замешиваю мягкое тесто Убираем в пакетик на 30 минут в холодильник После чего достаем и можно готовить Начинка может быть различная Это могут быть яблоки, персики, ягоды Да, даже можно быть это мясная галета с овощами Вторая галета у меня будет с яблоками Я уже положила свежемороженое И немного сушеных яблочек Присыпала все это сахаром И теперь добавляю сливочное масло Для того, чтобы яблоки стали еще ароматнее И такой, знаете, у них будет сливочный Очень нежный вкус Убираем в духовку примерно 25-30 минут При 180 градусов После чего достаем Остужаем Можно присыпать сахарной пудрой Что я и сделаю, конечно же И можно резать на кусочки И отправляться пить чай Галеты готовятся очень быстро Но получаются очень, знаете, такие вкусные Вторая галета яблоки, знаете, из-за сахара Закарамелизировались Получилась такая карамельная корочка Очень вкусная Присыпаю сахарной пудрой Режу на кусочки И будем пить чай На этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться Если вам было интересно Подписывайтесь на канал Комментируйте и ставьте лайки Всем до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok